Хей, йо! Всем привет! Сегодня я рисую второй день своего новогоднего челленджа Тёрф Крисмас. Сегодняшняя тема это имбирное печенье, но, как я уже сказала, надо рисовать не только имбирное печенье, а какую-то композицию с ним. Лично я люблю рисовать странных людей, так что я решила нарисовать просто какую-то девушку вместе с имбирным печеньем. После скетча я начала рисовать лайн разноцветной тушью. Это тушь от фирмы Кахенур, она водостойкая и очень крутая. Саму чувиху я покрасила фиолетовой тушью, а имбирное печенье на заднем плане коричневой тушью. Затем я взяла на помощь свою акварель. Ура! Достаточно подробное видео о том, как я рисую акварелью, уже есть у меня на канале, так что немного полистайте ленту и вы его найдете. Но если рассказывать вкратце, то я просто дожидаюсь, пока предыдущий слой акварели высохнет и рисую тени более темным цветом. Весь навык приходит с опытом и запомните, для того, чтобы рисовать красиво, не обязательно иметь самую дорогую акварель. А теперь рубрика внезапных фактов. По-эстонски имбирное печенье называется пипаркоги. Тут это настоящая национальная сладость, которую все едят на Рождество. В магазинах уже продается готовое тесто и готовая глазурь, так что делаются они очень-очень легко. Также даже русская часть населения Эстонии называет имбирное печенье пипаркоги. И не знает, что на самом деле правильно называть это именно имбирным печеньем. Редактор субтитров А.Семкин Я всегда работаю в смешанной технике, так что после того, как я закончила рисовать акварелью, я приступаю к деталям всякими остальными художественными принадлежностями. Я использую самые дешманские белые гелевые ручки, самые дешманские детские карандаши и все такое. Потом остается только отредактировать немного ваш рисунок. Кстати, об этом уже есть видео на моем канале. И все, готово! Большое спасибо всем за просмотр! Если хотите, то еще не поздно присоединиться к челленджу. И да, всем пока!